Я родился в Ленинграде, я ленинградец в третьем поколении, то есть мои дедушка и бабушка приехали в Ленинград. Я типичный не петербуржец, а именно ленинградец, поэтому я всегда так всем говорю, если бы Ленинграда не было, остался Петербург, никогда не могло бы возникнуть меня, потому что мой отец крымский татарин, мой дед еврей, моя бабушка, одна из бабушек православная, дочь православного священника, известного православного священника, его брат был зверски убит большевиками, как священник одного из приходов здесь в Петербурге. И понятно, что еврей православный и крымский татарин в историческом сложении Петербурга не могли бы прийти вместе. Но они пришли, потому что был Ленинград, они все приехали сюда, так или иначе, из Крыма, из Оренбурга, из маленькой деревни на Ладоге, все переженились, перезнакомились, и таким образом получился я. То есть я абсолютно советский, абсолютно ленинградский, а именно не петербургский ребенок. Я знаю, что такое запах хлеба у моих двородных бабушек, которые все прожили здесь в блокаду, я знаю, что такое старые кварталы Петербурга, по которым идешь пешком, но я не знаю, что такое Петербург, и никто из моих предков не знал этого тоже. И поэтому, когда мы сегодня гордо говорим, что мы петербуржцы, редко кто сегодня может так о себе сказать, в основном там Варя Бенуас, которой я учился, безусловно, петербурженка, но так в основном все-таки большинство из моих друзей, знакомых, с которыми я учился, они ленинградцы. Почему это важно? Потому что это выводит нас, меня лично, из структуры дореволюционного города, приводит меня в город, в котором многое ломалось, начиная с 20-х годов, еще больше после войны, и превратило в Петербург все-таки в достаточно коллажеподобную конструкцию. Похожие вещи по понятным нам причинам произошли и в Берлине. Поэтому, честно говоря, когда я учился в Ленинграде, я не очень отдавал себе отчет в том, какая архитектура мне вообще интересна. Я попал в институт случайно, скажу честно, я никогда не хотел стать архитектором, я хотел стать графиком, иллюстратором. Попал, потому что я с дуру, абсолютно с дуру, ни из каких идеологических соображений приорюстрировал запрещенную книгу Анатолия Кузнецова «Бабий Яр», во-первых, про евреев, во-вторых, автор был лишен советского гражданства. Мне тут же сказали, что, дорогие друзья, или дорогой друг, друг, ты хороший парень, мы видим, что ты это сделал сегодня нарочно, но на идеологический факультет тебе эти больше не надо. Иди на архитектуру, там люди рисуют кубики, ничем они не навредят, а на идеологический факультет все-таки люди рисуют людей, так ты нарисуешь Ленина, Сяга, еще непонятно. Иди в архитектуру. Ну и я тут же проявил свое типичное архитектурное качество конформизма, сказал, ну почему нет. Мне уже тогда нравилось рисовать город. Мне не очень нравилось рисовать вот всех этих стуканов натурщиков и натурщиц, которые мы там подкладывали, значит, иголки в их поролончик, на которых они стояли. Мне абсолютно это не нравилось. Я не подкладывал, но дети, все ля ви. Вот, но мне нравилось рисовать город, и мне нравилось рисовать два типа города. Один это город Петербург, или город Ленин. В этом случае, видимо, город Петербург, потому что ту его часть, которая еще относится к петербургскому прошлому. Абсолютно безотчетно я вырос в самом центре Ленинграда, в так называемых кварталах Достоевского. И на расстоянии у меня там в маленьком переулке шел трамвай, он грохотал, потрясающие тени отбрасывались от тюлевой занавески на потолок с вязью старого дома. Я видел противоположные фасады, они были чуть обветшавшие, но удивительно интересные по своей детали. Я понял, что фасад без деталей как-то ему будет плохо, потому что ему трудно будет ветшать. И мне нравилось это рисовать. И с другой стороны, мне очень нравилось рисовать один старый русский город, это Великий Новгород. Я думаю, что ни один архитектор российский не в состоянии стать таковым, если он не посетил, не проникся, не понял, что такое Великий Новгород и Псков. Именно не Суздаль, не Владимир, не московская архитектура до конца 17 века, нарышевская барокко, все, что после Петра, это в принципе клон. Но вот до Петра тоже там есть разные вещи, и, конечно, самое чистое, самое удивительное, самое неподдельное, это даже не Псков, хотя Мирожский монастырь потрясающий, это, конечно, Великий Новгород. И если ты видишь это и тебе это нравится, то есть определенные зачатки уверенности, что ты можешь во всяком случае понимать архитектуру, потому что ты можешь понимать материальность, ты можешь понимать деталь, ты можешь понимать тактильность формы, ты можешь понимать человеческий масштаб и нечеловеческий масштаб одновременно. И все это, в общем, подсказало мне, что мой конформизм, может быть, не такой сильный конформизм, а все-таки он направлен в какое-то прогрессивное русло. После этого я учился, я учился Сергея Борисовича Спиранского, Спиранский умер на наших глазах, когда я был на третьем курсе во второй половине. Потом я учился его лучшего, так сказать, ассистента и ученика Валентина Степанча Волонсевича. Это, на мой взгляд, были выдающиеся педагоги, которые в основном рассказали, что такое переход от исторического Петербурга к советскому Ленинграду, почему возник такой советский Ленинград. Я думаю, что они даже в меньшей степени могли мне рассказать, почему возник Петербург, но они довольно четко рассказали мне, что такое Ленинград, по каким принципам он возник, как возникла вот эта упрощенная храмовость вот этих всех партийно-советских сооружений, которые здесь в основном по индивидуальным проектам строились, и гостиницы и так далее. И после этого я приехал к совершенно другому человеку, которого, к сожалению, на днях не стало, буквально несколько недель назад. Это Вениамин Иванович Фабрицкий, для которого все, что мне преподавалось до этого, означало только одну — смертельную скуку. Когда я принес ему первый симметричный проект, он сказал, Сереженька, но вы понимаете, это же вот все, что симметричное, это же не архитектура. У него были очаровательные мохнатые пальцы, которыми он делал вот такие вот собирающиеся в горку движения. Он тогда был моего возраста, он казался мне глубоким стариком. И он говорил, Сереженька, архитектуру надо делать посложнее. Тогда не было еще никакого геря, ничего. Но Вениамин Иванович своими руками он создавал вот эти конструкты геря и говорил, вы должны что-то такое делать, чтобы одна плоскость не повторяла другую, чтобы они все налезали друг на друга. Между ними возникал верхний свет, я жутко мучился. Но один-два проекта у меня получились в этом направлении. Я помню, такой замок в Тернеаузе, где добывался в Альфраме Млебден. Такой довольно интересный проект, был сложный, где каждая комната на своем уровне. Такой, в общем, очень живописный. Я заведовал его делами, был его первый помощник, вступил в Союз художников. Но в какой-то момент я очень активно работал с Олегом Андреевичем Харченко, он тогда был заместителем главного архитектора. Олег Андреевич удивлялся, почему я смотрю на Запад, но в какой-то момент я сказал сам себе, если никто вокруг меня не знает, как построить здание, а тогда здания строились очень долго и довольно бесполезно как-то, потому что то, что выходило, оно как-то тут же разрушалось. И я подумал, что это не может быть правдой, потому что если ты хочешь научиться делать архитектуру, причем любую, у меня никогда передо мной не стояла цель делать какую-то звездную архитектуру, делать какую-то особенно запоминающуюся архитектуру, но вообще архитектуру, которую ты нарисовал, и потом она стала зданием. Вот эта прекрасная наука была не подвластна, думаю, в тот момент никому. То есть до какой-то степени с участием финских строителей и как-то так на каких-то валютных объектах, может быть, как бы то ни было, про архитекторов объясняли, до сих пор объясняют в традиционных школах, что я считаю огромным преступлением, что архитектор — это художник. Архитектор — не художник, архитектор — это архитектор. Это другая профессия, она тоже хорошая, как, не знаю, там, зубной врач, не который с трупами разбирается. Ну, короче говоря, это две разные профессии, хотя вроде врачи. А здесь еще дальше. Архитектор — не художник, архитектор — это архитектор. Задачей художника — сделать картину. Задачей архитектора является спроектировать здание, которое можно построить точно так, как он его спроектировал. Других задач у архитектора нет. На этом пути у него масса препятствий, у него практически нет союзников. В основном есть добрые и злые противники. И этому нас в институте не учили. Могу смело сказать, что не учат и теперь. За мои короткие периоды педагогической практики, когда я пытался преподать своим сотрудникам, и они с благодарностью это принимали подобного рода обучение, они говорили, мои коллеги-преподаватели говорили мне, что это не совсем то, чем надо заниматься. Надо, наоборот, раскрепостить студента. Я говорю, а когда он выйдет, его потом будем закрепощать? Или вот как мы этот процесс потом наладим? Ну, там видно будет. Но здесь мы его должны раскрепостить, мы должны ему дать максимальную свободу. Эта максимальная свобода выливалась в то, что сделать никогда невозможно. Никто на это не обращал внимания. Поэтому, честно говоря, процесс преподавания для меня такая, в общем, закрытая страна. Вот. И в этом смысле я выбрал Германию. Германия — это страна, которая, во-первых, близко от России. Мне не хотелось уезжать в Америку, потому что это очень далеко, и надо заново сдавать все экзамены, а там можно было организовать диплом. И с другой стороны, это страна, где очень хорошо учат строить здания. То есть проектировать здания, которые можно построить, как нигде в мире. И это могут подтвердить даже самые звездные архитекторы, с которыми я в последующем своей практике разговаривал. Все говорят, да, Германия, может быть, у вас нет таких звездных архитекторов, но у вас в целом есть звездный уровень реализовывать это все. То есть просто очень хороший уровень реализовывать это все как реальность. Вот, и тут я оказался в Берлине. И, собственно говоря, я хочу начать и рассказать вам о своих берлинских впечатлениях. Я хочу рассказать вам, к чему привели эти впечатления, где находится вообще сегодня, на мой взгляд, расстроительно-архитектурная практика. Нужно ли вписываться или уже не нужно? Нужно ли строить разноэтажно или нет еще? Надо, так сказать, поддерживать одноэтажность вдоль. Берлин был всегда после воссоединения знаменит тем, что нужно было выдержать одну высоту. Нельзя было построить выше, чем соседи. Хотя бы один более высокий сосед, хотя бы к нему нужно было прислониться. Этот город претерпевает сегодня тоже колоссальные изменения. Эти колоссальные изменения придут и в этот город. Поэтому все градостроительные советы, которые здесь существуют, все люди, которые в них сидят и говорят о том, вам надо вписаться, а вы сделайте как раньше, а вы сделайте там, чтобы это было, как будто это стояло уже с 300 лет. Это, честно говоря, не то, чем занят мир. И я попытаюсь объяснить, почему мир занят другим. Он же занят этим не только потому, что хотят делать более экономично, более просто и поэтому тоже, но и потому, что особенно молодое поколение, которое пришло с новыми технологиями, пришло с новой такой энергией, энергией, оно не хочет по-старому, оно не хочет так, как дедушки и папы, оно хочет вот такого, какого-то легкого раздрая, такой легкости, непричесанности, неаккуратности, которая не только вошла в нашу одежду, но и вошла в хорошем смысле в наши мысли, у кого-то в плохом, но я имею в виду в хорошем, такая свобода, легкость, переходящая в неаккуратность. И в этом смысле Берлин — это очень хороший пример. Сегодня, я думаю, что Берлин — это один из, я думаю, там, максимум пяти самых интересных городов в градостроительном и архитектурном плане. Опять же, не своими отдельными, может быть, сооружениями, большим их количеством, но своими градостроительными метаниями. Это, безусловно, открытая книга, на которой можно гораздо лучше, чем на Петербурге, и даже на Москве, и в каком-то другом российском городе, понять, а куда двигается сегодня, вообще говоря, архитектурная практика, чего она, в принципе, хочет. В Берлине сконцентрированы сегодня все архитекторы, которые хотели бы что-то реализовывать в Европе. Кому-то из них везет больше, кому-то из них везет меньше. Невообразимый строительный бум, который ведет к тому, что у всех работ хватает, и все могут в таком живом диалоге с властью и с заказчиком проявить себя. Этот диалог очень разный, я расскажу о его деталях в дальнейшем. Берлин до войны – это жесткий европейский город. Здесь нет ни одного свободного места. Если вы хотите посмотреть, каким был Берлин, то даже неплохо сделать это не путем документального фильма, а путем художественного фильма «Бабелон Берлин», Тома Тыквера, может быть, кто-то видел. Вот это такой Берлин, плотный Берлин конца 20-х. Тут нет ни одного парка, нет ни одного свободного места. Есть какие-то центральные, так называемые, «покет-паркс», но в основном они строятся вокруг церквей, строятся вокруг каких-то общественных сооружений, ратуш, а Берлин разделен на районы, поэтому ратуша не одна, их там много. У каждого района есть своя ратуша, и она безумно красивая, все они примерно построены в конце 19 века. Вот, например, Мерингплац. Удивительная, окруженная шестиэтажными зданиями, круглая площадь, которая была абсолютно разрушена. Вот такой Берлин пришел после войны. Причем он пришел таким и разрушался дальше, потому что отторжение вот этого выжившего поколения по отношению к своему собственному прошлому было настолько сильным. Желание делать по-другому, желание делать совершенно иначе, и не так, как делали даже их отцы, и даже они сами. А были кто-то, кто приехал в Берлин как мисс Ван дер Роя, кто должен был уезжать, или кто не имел работы. Были архитекторы как Фаренкамп, которые сотрудничали с немцами и вернулись на некий путь более, скажем, такого демократичного проектирования в конце 40-х годов. Но вот таким был Берлин. То есть он более чем наполовину разрушен, и вся его структура только примерно отражала ситуацию с блоками. Потом возникло его восстановление, но восстановление не по принципу воссоздания, а по принципу разрушения и создания новых, абсолютно новых корпусов. Вот здесь были построены панельные дома, которые очень сильно напоминали некое подобие исторических зданий, но совершенно по-другому сделанных. На Западе вообще делались совершенно новые формы, вот такие, которые полностью разрывали блок, полностью разрывали представление об уличном и дворовом пространстве как замкнутых, отнесенных друг от друга элементах. И в 2001 году произошел поворот, то есть уже построенный поворот, сам по себе поворот произошел в 92-м году, когда господин Шриман пришел руководителем градостроительного отдела, то есть главным архитектором Берлина, стал государственным секретарем по градостроительству Берлина. Он провозгласил мысль о критической реконструкции, то есть мы воссоздаем исторический план, но мы не воссоздаем историческую архитектуру, а делаем на месте этого исторического плана новые здания, плотные, из камня и стекла, где примерно 50% камня или 50% штукатурки, то есть какого-то плотного матового материала, естественных светлых цветов, которые в состоянии создать вот такое тело европейского города, при этом соблюдая абсолютно жестко все регламентации, связанные с высотой и плотностью. То есть не более 30 метров высота здания, не более 22 метров карниз. И Берлин, в общем, так развивался. И вот сегодня он в течение этого времени все равно сам себя раскачивал. Сам себя раскачивал. И вот это соотношение, то, что сказал Володя, иррациональное-рациональное, оно внутри процесса. Оно не то, что вот те, которые иррациональны, они наши враги, а те, которые иррациональны, это мы сами. Нет. Это просто разные цели, которые преследуют разные люди. И я просто предлагаю с вами пройти по разным районам и расскажу вам примерно, как это происходит. И, в общем, откровенно говоря, примерно так, как то, что и ждет, откровенно говоря, в ближайшем будущем или в средне-ближайшем будущем Петербург. Потому что в Петербурге тоже есть, к сожалению, огромному для меня много, если не исторической, то разрушающейся, то не разрушенной, но разрушающейся исторической субстанцией. И это очень опасно. То есть мы сейчас говорим о ценности исторического Петербурга, и нужно всеми силами ее сохранять и всеми силами ее поддерживать. Но давайте будем откровенны, даже если ты едешь по Невскому проспекту, ты видишь в каждом этаже разные окна, даже в каждом окне ты видишь разные переплеты. Ты видишь жуткие, так сказать, обветшавшие фасады. Ты понимаешь, что все эти вот санации только снаружи, они ни к чему не привели, потому что они сходят быстрее, чем их наносят заново. Я помню, когда мы с бабушкой проходили мимо дворца Белосельских-Белозерских, она говорила, ах, что-то ярковато получилось, но ничего, через два года будет снова серым, потом сразу облетит. А его все время красили в такой вишнево-красный тон. И это не то, о чем я говорю. То, о чем я говорю, это внутренняя санация здания, это поддержание его структуры внутренней, это работа над его входными холлами, это сохранение его витражей, его потрясающих лестниц, перил. И будем откровенны, этого не происходит. Это находится в огромном количестве домов в центре Петроградской стороны, в Васильевском острове, в том состоянии, в котором это пришло к нам практически из 20-х годов. И поэтому говорить о том, что здесь историческая субстанция находится в том состоянии, что нам бы ее просто не мешать ей, и все будет прекрасно, она растет тут сама. Это не совсем так. Поэтому нужно с интересом смотреть, как на примеры исторической реставрации и надстройки, а потому что реставрировать просто никому не интересно. Вот тут вот наступает рациональная и рациональная с точки зрения охраны памятников, нужно отреставрировать и всех поблагодарить за это. Но инвестору это не интересно, он говорит, зачем я буду реставрировать то, что у меня уже есть. Я и так могу это сдать, продать и так далее. Я хочу удвоить площадь, тогда я могу себе представить, что-то отреставрировать. Что это значит? Это значит снести весь дворовый фасад, всю дворовую структуру. Это значит изменить структуру основного здания. То есть над этим сегодня еще никто не думает или думают так порционно, встречая справедливое противодействие охраняющих структур, абсолютно справедливое. Но эта позиция только частично конструктивна. Нужно найти путь, как сделать частному инвестору интересным не только строить что-то новое, но и санировать этот город. Потому что весь исторический центр он нуждается просто в санации. Но просто санировать его можно либо на государственные деньги, либо нужно давать, тут я умолчу, либо давать какие-то другие лакомые кусочки инвестору, который может каким-то образом превращать это старое здание в живущее своей субстанцией дальше. Вот так выглядел Шалотенбург в конце 19-го, начале 20-го века. Это город, вот в конце его церковь памяти, сын поставил папе, Вильгельм и ставил Вильгельму, архитектор Швехтин сделал эту эклектичную романскую церковь в конце 19-го века. Вот так выглядел Берлин. Это то, как мы сегодня, чего греха таить, большинство из архитекторов сегодня еще в Петербурге представляют себе город. То есть они представляют себе город примерно так, как вот эта картина Каналетта. Но, к сожалению, у этой картины очень много проблем и противников. Поэтому, кстати говоря, и в Венеции тоже не все благополучно с исторической структурой. Вот то, во что превратился Берлин, когда интересы инвестора, соединившись с интересами очень активных и интенсивно мыслящих архитекторов, я бы так сказал. А это известные архитекторы, это Майнханн фон Геркен, это Ян Кляйхус. Они, Фишора Колиньон, то есть вы не видите здесь ни одного здания, которое следует этим принципам. Кстати говоря, их нет и в застройке 60-х годов. Вот это уже стоит под охраной. Вот это уже охраняемое здание. Это уже другая волна, и она уже сама является памятником. Вот как выглядит та картинка. А это те же самые картинки, которые я показал в историческом городе. Вот как выглядит та картинка, которую преобразовали сегодня. Это высотные дома, это высокий дом конца 60-х, тот знаменитый Европа-центр, куда посылали Мимино покупать зеленого крокодила, которого не было в Советском Союзе. Вот ему говорили, поедешь в Европа-центр, поедешь в аэропорт. Это тот самый Европа-центр. Это Курфюрсендам, даже уже Таунсинжтрассе. Ну что можно сказать? Это другой город. И это другой город. В 50-е годы Швейбис Шосберга построили вот этот бикини-хаус, который, бикини, потому что здесь в какой-то момент не было этажа. Было модно ставить все на колонки. Потом, естественно, злые инвесторы этаж встроили. Я занимался санацией этого проекта. Вот хотя бы добился того, чтобы профили как-то подубрали. Но, честно говоря, многого не добился. Вот переходы этой зелени зоологического сада на кровли плоской части торгового центра этого комплекса, которая была застроена заново. Это тоже базируется на моей идее. После эскизного проекта мне пришлось с проекта уйти, потому что мы не поделили с инвестором наши точки зрения. Пришла новая главная архитектор, Регула Люша, и она задала вопрос ребром. Штиммонт здесь думал так, в общем, соу-соу. Регула Люша сказала, я хочу сохранить этот кинотеатр, потому что в нем проводились первые берлинали. Я хочу, чтобы под ним прошел торговый центр, а не хочу, чтобы ради него сносили вот этот кинотеатр, ради торгового центра. И заказчик обратился ко мне при всех и сказал, ну ведь Сергей, ну господин Чобан, вы же можете, наверное, сказать что-то на эту тему. Ну и, честно говоря, я поступил, как думал. Я сказал, что можно протащить торговый центр под кинотеатром. Меня из проекта выкинули, торговый центр прошел под кинотеатром, но инвестору нужно было ну некая, так сказать, жертва, как говорят, в шахматной игре, для того, чтобы показать, что он тут, так сказать, разводит руками и не только дает собой руководить. Вот высотные дома Кристофа Ланкова, Кристофа Мекклера, крупных немецких архитекторов из Берлина и Франкфурта. Вот этот дом жирафа, потому что на Брандмауэре нарисованы жирафы, он тоже под охраной памятников, и этот под охраной памятников, и, как мы только что обсудили, этот. И в то же время я спрашиваю себя, а как вот из того города Кайзера возник вот этот город? Я пытаюсь себе и вам это объяснить. Вот это студенческая работа, которую сделали студенты Саши Бродского. Много студентов, там их было человек 30. им было предписано из глины слепить их город, город их мечты. Большой честью для меня было то, что Саша пригласил меня в качестве гостевого критика. Там был Петр Меркли еще и пара людей из его офиса. Пришли молодые люди, вот так они себе представляют город. Вот если, наверное, показать это в наград Совете Петербурга, то там, наверное, живых не останется, потому что тебе скажут, «Да как же так? А где тут Петербург-то? Ну вот, может быть, где-то в этой части вот так осталась пара? Или вот? А где он еще-то? Вот какими мозгами думал этот молодой архитектор, когда он рядом вот с этим ставил вот это, а рядом с этим вот это, а рядом с этим вот это? Разве тут были инвесторы? Тут не было никаких инвесторов, тут не было никаких показаний, связанных с выходом площадей, с какими-то рестрикциями. Нет, это просто ребята сами, сообразуясь друг с другом, сделали гигантский макет, там, не знаю, 8 на 10 метров, ну или там, не знаю, гигантский макет. Это было просто такое событие Ватиха в Цюрихе. Но этот город мы знаем. Вот город Майами, где я только что был, такие фотографии у меня, вагон из разных городов. Вот за этими зданиями нет ничего, кроме этих зданий. Нет ни одной мысли, связанной с градостроительным образованием, с градостроительным пространством. Но эти здания делают замечательные архитекторы. Вот это офис Захихадид, который сейчас как раз завершается. Это абсолютно новая застройка. Перед нами находится музей, замечательный музей Херсега-Демирона современного искусства фон Переша. Это город, который мы хотим иметь? Не спешите говорить нет. Если вы посмотрите на то, что хочет молодое поколение Европы, вы поймете да. И вот это и есть основная проблема, перед которой, мне кажется, стоит каждый из нас выйти из догмы, выйти из собственной шкуры, из собственного меха и посмотреть на вещи непредвзято. Вот это архитектор Херсега-Демирона, нам нехи безызвестный. Дом не маленький. Стоит он рядом с такими же домами. Вот там они все такие, стоят в ряд. Замечательно в этом доме, как и во многих домах, выдающихся архитекторов, это их стремление добиться качества. Здесь нет, в общем, никаких особенных дискуссий на тему материалов. Это штукатурка по бетону. Там в Майами, в общем, зимы не наблюдаются, поэтому с мостиками холода все не так сложно, как у нас. Но, в общем, это все выглядит довольно так скульптурно. И тут мы понимаем, что идея одна, идея вот такого нагромождения, она еще не решает все. Она может превратиться вот в это. Это уже, извиняюсь, Пермь. Пермь. Рядом с двадцатой культурой железнодорожника. Мы там делаем мастер-план, вот заметили такое скромненькое здание. Вроде ничем оно от затеи Херцога-Домирона не отличается. Может быть, даже идея возникла в один и тот же момент. Но результат может подчеркнуть, поддержать или полностью дезавуировать идею. Вот и все. Это одна и та же идея. То есть не будем говорить, что у нас нет таких идей, как у этих проклятых призких флориатов швейцарцев. У нас есть они, вот они. А вот так мы готовы их реализовывать, и так наши девелоперы готовы их реализовывать. Вот, пожалуйста. Все нормально, это наши перила. Это наши столбы, они тоже разной формы. Какие, так сказать, вопросы? Есть вопросы? Вопросов нет. И главная этажность почти такая же. Все нормально. Стоит рядом с чудесной сталинской постройкой 50-х годов вот такие метаморфозы. Что правильно, что нет. Где найти людей, которые, получив сначала вот это право, потом потратят время и нервы, я говорю сейчас, конечно, о наших заказчиках, и об архитекторах, кстати, тоже, потому что я не знаю этих архитекторов и не знаю, насколько они настаивали на каких-то своих мыслях. Я надеюсь, что они не так проектировали сначала. Надеюсь очень. Но что-то, как говорится, пошло не так. А вот здесь пошло так. Это солидные, крутые фасады. Эти фасады, по нашим меркам, стоят сегодня 60-70 тысяч рублей за квадратный метр. То есть это примерно 6-7, нет, вру, 3,5 цены, которые готов выложить инвестор за свой фасад в России. То есть у нас это где-то 20 тысяч рублей максимум, в лучшем случае 19-20, а здесь это, соответственно, 60-70. То есть мы говорим о тройной 3,5 цене. Только так можно добиться качества. Это первое понимание. Есть и другой путь, я расскажу о нем позже, но он тоже должен быть абсолютно сознательным. Вот фасад, который стоит еще дороже. Это Хельмут Ян. Вот он пробил таким образом, здесь было историческое здание, его снесли. Хельмут, я знаю его лично, он такой парень, в общем, он так ни перед чем, плюс-минус не останавливается. И он просто сказал, ребята, должно быть так или никак. Все посмотрели и подумали, что лучше как-то, чем никак. И снесли здание 50-х годов, которое находилось под охраной, и, я не боюсь этого слова, зафигачили вот такой объект. Он очень классный, там применены стеклянные фасады, которые на тот момент были самыми современными. С пунктуальными креплениями, структурный фасад, это вот стенка стеклянная, которая просто на распорках летит в воздухе. Вот это то, чего мы не можем добиться и сегодня от наших, так сказать, щедрых заказчиков, это закрытие техники. Здесь она осуществляется в стекле. Это все огромное пространство, внимание, не для квадратных метров. Это одна световая инсталляция. Правда, надо признаться, ее сейчас подвыключили, потому что за ней ухаживать, видно, дороговато. Но так вот представить себе, что Зочи сказал, ребята, это вот эти квадратные метры, которые здесь на Кудаме тогда, в общем, сдавались по 100 евро за квадратный метр, мы их оставим для световой инсталляции. Тут надо, в общем, иметь определенный багаж, убеждения за плечами. Рядом трехэтажное здание, которое переместило Кранцлер Эгг в 50-е годы и находится под охраной. Его нужно было сохранять. Вот возник такой, совершенно другой Берлин. Вот в том месте, в котором мы рассказывали о кайзерском Берлине. Дальше мы двигаемся в Тиргарден. Это тоже запад, как и Шарлотенбург. Это западный Берлин. Культурфорум. Здесь жили самые богатые и интеллектуально, как сегодня сказали, было бы молодое поколение, продвинутое население Берлина. Это церковь Штюлера. Она сохранилась, все спокойно. Все остальное нет. Вот так это выглядит сейчас. Это поляна отдельных сооружений. Причем мышление поляной, мышление садом объектов, оно продолжается. Вот здесь заканчивается Пазамская площадь. Это проложенная ось Пазамской улицы по проекту Шпеера. И вот здесь возникает точечное явление. Ханс Шарун, Вишневский последователь Ханса Шаруна и ученик его. Гудброд, которому поручили сначала весь мир, скульптурный форум, потом не понравилось первое здание прикладного искусства, его отправили работать в свой родной Мюнхен. Здесь вот у нас Штюлер со своей единственной исторической церковью Маттея. Это мисс Ван дер Роя, который в конце 50-х вернулся, сейчас этот объекционируется по проекту Чуперфильда. Он сделал вот этот храм, знаменитая новая национальная галерея. Это библиотека снова Шаруна. Вот так это выглядит. Это хорошо или плохо? Если я приду сюда на государственные советы, мы представим себе, что это не существует, а это новый проект осмысления того, что могло бы быть так, я думаю, что меня тут же отправят в психиатрическую больницу. Причем без каких бы промежуточных станций. Но это здесь, и это иконостас современной архитектуры, начиная с 50-х годов. Здесь и Джеймс Стерлинг, здесь и тот самый Фаренкамп с Газагом, замечательный интерверсиновый фасад, который тоже не назовешь кварталом. Здесь культурный форум Хильмерзаттер, которые сделали свой блок, но этот блок ни с чем не соотносится вокруг. Сделали в 90-е годы. И вот, наконец, Херцог-де-Мирон выиграли конкурс на огромную картинную галерею современного, не картинную, а галерею современного искусства. Это тоже мышление, которое абсолютно не обращает внимание на соседей. Ну, казалось бы, единственная вещь, которая даже мне с моим скудным умом как-то понятна, что если твоя улица заворачивает, то вот с этой точки ты видишь в три четверти вот этот храм. Это тот самый Парфенон. Потом ты проносишься или проходишь и больше его не видишь, потому что ты на высокой скорости или как пешеход просто идешь дальше. Так вот ровно эту точку, которую, например, я делал там проект на этом месте, я пытался сохранить и посчитал, что обязательно надо сдвигаться. Но, понятно, где я, а где Кура. Это не важно. Важен принцип. Вот что мы будем иметь. Это хорошо или плохо? Это для кого-то, для меня, например, абсолютно иррационально, потому что я один, безусловный, памятник заслоняю другим, безусловно, имеющим тенденцию стать памятником. Но мы должны думать о том, почему это так происходит. и какой личный ответ каждый из вас дал бы на этот вопрос. Может быть, я не прав, и это вообще неинтересно. Вот с этой точки увидеть Парфенон. Ну, постоял Парфенон, с другой точки увидишь, ничего не развалишься. С другой стороны, поедешь, увидишь. Ну, в конце концов. Город плотный, вот здесь ты ниоткуда уже ничего не видишь, а здесь еще видишь. Ну, перестанешь видеть, ничего страшного. Такая логика тоже возможна. И это еще не инвесторская логика. Здесь нет инвесторов. Это город, это город, да даже, это даже федерация. Пазамская площадь. Пазамская площадь примерно тоже развитие. Жесткие рамки, разные дома. Рамки в конце 20-х, начале 30-х начинают разваливаться. Возникают дома гораздо более высокие. Сильные архитекторы продавливают свои решения. В данном случае это Эрих Мендельсон, Коламбас Хаус. Сегодня это выглядит так. То есть мы не можем остановить это развитие. И это развитие только частично предписали наши инвесторы. То есть здесь, да, здесь было сказано, если не будете делать высотные дома, по градостроительному мастер-плану Хильмера Затлера здесь были семиэтажные здания. Вот те же самые элементы, но семиэтажные здания. Это уже они, так сказать, подстроились потом под уже существующую застройку со своим Байсхэм-центром. Пришел Даймлер и сказал, не будете строить высотные дома, мы не придем сюда. Мы не придем, как Даймлер, извините, ребята, но мы не кто-то там, кто живет в шестиэтажных домах. Подождите, вы знаете, что такое Даймлер? Сколько у нас людей ездит на Штедесх во всем мире? Правильно. Нам нужны высотки. Появилось четыре высотки. Это и есть диктат инвестора, у которого есть свои соображения. Я хочу быть виднее, чем все. Я хочу быть все одинаковые, но я хочу быть менее одинаковым. Или одинаковые, я же не знаю, как пословие звучит правильно. В Ляйпциевской площади попытались избежать этой, скажем так, этого прессинга, этого, я бы сказал, даже шантажа инвестора. Вот как выглядела Баздамская площадь, вот это Сони-центр, это кирпичный дом Колхофа, это дом Ренцепьяна. Вот эти три дома, они сегодня воспринимаются так. Вот здесь решили, что надо разными архитектурами пройти октагон. Вот было так, Адольф Мессель, стало так. Честно могу признаться, стало более скучно. То есть, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что если современная архитектура не обращается в абсолютное прошлое и не пытается сделать как-то вот так сложно, что в Петербурге многие пытаются делать, и я даже не могу им сказать, что они не правы, потому что в противном случае если ты соблюдаешь все высотные параметры, но при этом делаешь вот ту самую критическую реконструкцию, то есть маленькие этажи, довольно простые фасады, ты получаешь вот это. И я не могу сказать, если мы, наверное, сравним, что постят в Инстаграме больше, я думаю, что Подзамская площадь перекроет Ляйпцизскую тут в порядке, потому что людям нужно пространственное переживание, нужно высотное переживание, нужно какой-то, как называется, вау-эффект. Он здесь не присутствует, честно могу сказать. Это дома, которые состарятся быстрее, чем вот эти. Ну, они не состарились, просто разрушили войну, и потом здесь проходила граница, стена. Но они состарятся очень быстро, к сожалению. Здесь есть и мои дома, я старался делать их хотя бы разными, хотя бы члененными, для того, чтобы у них была некая не только сложность, что старались и мои коллеги, здесь нет никакой разницы. Это огромный торговый центр, здесь мог бы стоять один фасад, он мог быть из стекла. Но мне казалось, что все-таки ядро города, зерно города нельзя разрушать. Ну, единственное пространство, которое здесь, так сказать, вызывает массу положительных эмоций, вот это. Его действительно очень часто фотографируют, часто в фильмах, в рекламе, потому что это красиво и видно вот это классическое здание, и здесь вот такое огромное новое пьяца раскрывается, которое соединяет по многим этажам этот гигантский торговый центр, который кроется за вот этими порцелированными фасадами, с четвертого этажа которых начинается жилье. Вот здесь жилье, а до этого торговый центр. Вот такой опыт. Центральный район тоже не избежал этой ментарофозы. Это еще классический Унтер-Ренлинн сегодня. Вот как раз сонируется художественная библиотека Берлина уже которое десятилетие. Здесь вот много чего порушили. В основном дома были вот такими. Сейчас, кстати, и этот дом снесли. Это было польское посольство. Здесь была венгерская, примерно такое же. Она стояла под охраной для того, чтобы его переоборудовать и сделать из него один дом посольства и другой инвесторский и уплотнить тем самым территорию. Решили, что неплохо бы провести здесь конкурс. Это сделал венгерский архитектор, это сделал берлинский архитектор. Я тоже здесь участвовал, сегодня вторую премию получил. Переделывал, и вот до первого не дотянул. Ну вот сделали Дойпсе-Кёниг, такие минханские архитекторы. Да. А, да? Да. Извиняюсь. Да, я прошу из прощения. Но у меня громкий голос, но запись-то права. Дойпсе-Кёниг сделали. Ну вот так. Что лучше? Не знаю. Здесь вот парад архитекторов. Кольхов, Ортнер. Не знаю. Эта штука была под охраной. Ее сейчас под охраной. Ее тоже снесли. Это историческая реплика. Дом был снесен. Пачки построили новый адлон. Вот дом, который я санировал и достраивал недалеко от них. Вот этот дом был под охраной. Нужно было найти новый подход к вот этим профилям. А это новый дом, который я встраивал. Мне не хотелось разрушать это пространство. Мне хотелось при помощи современной все-таки, современного словарного запаса, вписаться вот в эту исключительно сложную историческую среду. Это жандарменмаркт. Это такое, в общем, сердце исторического Берлина. Уже сердечнее некуда. Это первый дом, где цены взлетели до 16 тысяч евро. Вот детали, которые мне хотелось сделать. Детали, которые не повторяют, не ностальгируют, как это говорится по-немецки, но все-таки делают плотный город. Плотный такой. Но, конечно, город, я бы сказал, такой по-немецки говорится шписик. Буржуазный город. Молодое поколение с этим буржуазным городом только в части своей может найти общий язык. Многие говорят, а зачем нам такие здания? Политики говорят, нам не нужно эти здания, там покупают богатые люди. А за нас голосуют бедные люди. Они не покупают вот этих таунхаузов. А они не селятся рядом с вот этой исторической церквью, где был разрушен исторический квартал и восстановлен по вот этому мастер-плану. Здесь квартиры стоят от 15 до 30 тысяч евро за квадратный метр сегодня. Это не наши избиратели. Там нет ни одного избирателя. Они все приехали, они все купили свои квартиры и живут на весь мир, и очень много иностранцев. Политики говорят, нам это не нужно снова. Это прекрасно, что это возникло в свое время. Господин доктор Шриман продавил вот этот плотный исторический план, который поднялся новыми постройками. Вот так вот. Но мы этого не хотим. Вот тут Рафаэль Манео. А тут вот мой дом. Ну, разные дома, но вот это мой дом тоже. Это пачки. Ну, да, они неплохие, наверное, в детали. Там есть, были деньги для их реализации, было время для их реализации. Но все равно это плотность, которая тоже надо спросить. Нужна нам сегодня была эта плотность? Хотели мы, а, кстати говоря, по мастер-плану можно было этот дом строить такой же высоты, как этот. Вообще церковь закрывать. Это уже инвестор сказал, что там нету матч. И здесь можно построить высокий дом, оставить только проход. Уже инвестор сказал, ребята, куда вы, куда? Вот эти самые таунхаузы, какие-то из них от меня. Вот этот дом, вот эти два дома. Стремление современными средствами найти мелкую деталь. Наверное, это важно для какой-то части архитектуры, потому что она так дольше сохраняется, она так лучше стареет. Вот ситуация, при которой такой поиск происходит. Вот абсолютно звездный архитектор, плитский лауреат Рафаэль Манео. Это Аксель Шультес. Жестко, жестко. Все понятно, все понятно. Штукатурка. Сколько она продержится, непонятно. Это двор. Тут квартира до тридцатки за квадратный метр. Понимаете? Вот ситуация с окружением дворца. Вот проект, который возник из-под моей руки на месте исторического паласта отеля. Тогда не было дискуссии, что здания ДДР должны сноситься. ГДР должны сноситься. Их никто не любит, их никто не хочет. Вот здесь паласт Дорепублик еще виден. Его потом тоже снесли. На его месте построили сейчас дворец. Я сделал, наверное, такие достаточно кубические чемоданные фасады, как предписывал мастер-план. Думаю, с неплохими деталями и с неплохими внутренними пространствами. Как раз в одном из них этот аквариум, они безызвестные, сделал набережную, первую крупную набережную Берлина новую. Вот сейчас она выглядит так. Вот эта скульптура, которая была поставлена еще во время ГДР, была перегруппирована по согласованию с самим ГДРовским скульптором. Сейчас, к сожалению, уже не с нами, но он согласовал это, и это стало новым таким замечательным. Это вот такое общественное пространство, как сейчас принято говорить, особенно в Москве или вот здесь на Новой Голландии такое возникло. Это вот одно из первых в Берлине, которое возникло после воссоединения. Вот такое внутреннее пространство, которое ведет в глубину квартала и к музейному острову налево. Это Штефен Балькенхоль, тогда он был молодой парень, женат на подруги моей девушки, а сейчас это один из самых дорогих, если не самый дорогой скульптор мира. Вот тогда он за минимальные деньги нам продал вот эти три скульптуры. Это были первые такие, как говорится, кунстанбао. То есть искусство на стройке или синтез искусства. Вот такая ситуация. Дом снаружи, один из старейших в центре, внутри. Мне важно было сделать жесткий контраст, чтобы человек, входя внутрь, испытывал не только гармоничные ощущения, а испытывал дисгармоничные ощущения. Пространство стало любимым, люди с удовольствием здесь живут и работают, и с удовольствием стоят туристы. Другой путь тоже возможен. Абсолютной санации. Вот этот дом, тоже мой проект, за ним абсолютное следование. Вот эта новая вставка, единственное, что здесь есть нового, она абсолютно незаметна по отношению... Возможно, и так, и так. Нет единого ответа. Единый ответ ищется все время заново, и нет единого рецепта. Вот этот дом мой стоит в ряду. Он как будто всегда здесь стоял. Вот эти дома как будто здесь не стояли. Их много, которые здесь... Вы тут не стояли. Понимаете? Мне хотелось, чтобы хотя бы один стоял, потому что иначе вот этого, скажем, вот этой части, которая разрушает город, становилось слишком много. Мне показалось, что лучше, чтобы появилось связующее звено, а не разрушающее. Это доходит до детали. Кирпич, кирпич со штукатуркой по массиву. Здесь, наоборот, я сделал разрушающий объект, потому что мне казалось, что это узловая точка напротив площади. Она видна из Далесака-штрассы. Можно здесь работать по-другому. Но все эти дома, конечно, жутко буржуазные. Жутко буржуазные. Потому что в них аккуратные детали, в них аккуратно пригнан бетон и кирпич. И все это сделано очень хорошо и очень аккуратно. Молодежи это не очень нравится. Молодежи нравится, я думаю, и я с ними в этом каким-то образом даже солидарен, нравится город, который не причесан. И очень много сейчас возникает новых тенденций. Вот ситуация. Я пришел к ней. Это вот, так сказать, дом, с которым мне нужно было обходиться. Его можно было снести. Это телефонный центральный офис, откуда Брежнев разговаривал с Хонекерой, который, так сказать, занимался тем, что связывал членов правительства с членами правительства других стран, скажем так, не передергивая. Это здание, которое возникло в 30-е годы и стоит под охраной. Так называемая нацистская архитектура. Это плохая реплика исторической архитектуры, возникшая в 90-е. Это шедевр конца 19 века Йозаха Хоффмара, одного из выдающихся неоклассиков. Он построил здесь и в конце этой улицы потрясающие два дома. Это здание Гебрюля Титц. Это были владельцы торговой сети. Вот такое очень сложное здание на грани эклектики и Югенштиля. И вот это здание. Сегодня я готов сказать, что мне нравится вот этот город. Я не хотел бы на месте этого города иметь здесь вдруг снова что-то такое же, как эти два здания, потому что это уберет в известной степени перец из супа и превратит все в такое более или менее хорошо сделанное. В моем случае, видимо, менее хорошо, потому что таких денег нет сегодня ни у кого. Ну, наверное, можно приблизиться вот этому. К этому опять не приблизишься, потому что мы видим, что не приблизишься уже никогда. Это совершенно другой уровень проработки деталей. Он невозможен сегодня, невозможен, потому что это стоит, не знаю, 3000 евро за квадратный метр такого фасада. Это не может платить сегодня ни один инвестор даже в Германии. Это все язык, который мы знаем. Не пугайтесь, это уже не Берлин, это Гавана. Это Гавана. Вот так выглядит архитектура Гаваны. Антипространство, антидома. Это архитектура, но так же выглядит и Александр Плац. Мы можем, конечно, сказать, нам все это не нравится. Мы вернемся сюда, сломаем этот дом, сделаем пусть попроще, но что-то вот такое. Ну, наверное, надеюсь, получше я смог бы сделать. И сделаем такую вот гомогенную застройку, где есть разные времена, но один подход. Так бы сделал доктор Штимон. Сегодня мир изменился, и поэтому мы делаем вот так. То есть мы берем это здание, и мы его санируем, мы делаем его общественным пространством, мы создаем здесь здание, которое несет в себе отпечаток времени. Мы делаем это таким, конечно, не насквозь. Мы вот как оно было, вот как оно станет, мы сейчас получили разрешение для строительства, вот как будет выглядеть двор. Вот это еще офисы. Мы сохраняем то, что мы сохраняем, и контрастируем новым по отношению к старому. Но я думаю, что в Петербурге никому и в голову бы не пришло такое здание сохранить. И вы сказали, да, ребят, известие по сравнению с этим, это просто храм Афродиты в Эфесе. Но тем не менее, тем не менее, ее, наверное, даже поставят этот храм, наверное, поставят куда-нибудь под охрану. Но это здание под охраной не стояло. Просто в какой-то момент в натужных дискуссиях с заказчиком мы поняли, что мы не только теряем площади, что тоже немаловажно, вот этот этаж нам не пришлось бы строить, нам пришлось бы закончить здание здесь и надстроить один крышный этаж. То есть мы потеряли бы полтора этажа. Но мы еще и теряем колоссальную идентичность, связанную с определенным временем, который никогда не вернется. Поколение за нами захочет знать, как люди жили там. Оно захочет жить в таких зданиях, захочет понимать, как эти здания функционировали и функционируют с новой функцией. Вот это здание я вообще защитил. Тут поселилась теперь дочка Фольксвагена. Вот в этот ужас. Вот он сегодня выглядит так, но он находится сейчас в процессе санации. Это не самый благополучный район, это Вединг, но сейчас развитие происходит везде. И вот так это выглядит сейчас. Это жутчайшее антипространство. Но доведя его, вот так вот люди выходят из метро, вот тут нужно было согласовать, что это метро сохранится, а здесь начнется хороший фасад, очаровательная собака, естественно, остается. С людьми посмотрим. Вот, но сегодняшняя современная архитектура, которая находится на вершине, которую любят, я, кстати говоря, не вижу, где тут, ага, вот, которую любят, это вот построено год назад. Вот это построено 30 лет, 40 лет назад. А это построено год назад. Вот тут человек, видимо, посмотрел центр Помпиду, обрадовался и подумал, а что нам тут с инвестором-то нифигануть. Нормально, белые кресты, все отлично. И я пришел, а мне, собственно, для начала это было нужно вообще там террасу продавить, чтобы на всей кровле была терраса. Это жестко запрещено, потому что здесь жильцы, шум и так далее, гам. И я прихожу к сенатору по строительству центрального района, к Звенготе. Смотрите, это же памятник не выявленный. И он такой смотрит, точно. Выглядит просто офигенно. Я говорю, вот, вы давайте сделаем там хорошую террасу для ребят из Вольксвагена, им это нравится. А они, а они в противоположном движении души, и, кстати говоря, инвестор, они сделают здесь прекрасную санацию. Причем санацию, вот так все будет, но только по-новому. Красная уйдет. В общем, короче говоря, будет хорошо, так сказать, по тону, хорошо в деталях, но птички летать не будут там везде. В общем, сделаем для этого все мероприятия. Но при этом мы сохраним вот этот вот... Потому что многие издания из 90-х годов сейчас сносятся, и на их месте строятся другие, которые, я уверен, будут снесены через следующие 30-40 лет. Это не единственный путь, и я считаю, неверный путь. Сегодня я так считаю. Вчера я считал бы, наверное, по-другому, потому что моя собственная буржуазная архитектура, она не приемлет вот таких вот, так сказать, перепадов, я бы сказал, настроения. Но мир меняется, мы меняемся, как известно, вместе с ним. И нам нужно, сохранив гуманность по отношению к людям, не потерять ритм истории. Даже если этот ритм выглядит иногда так. Это тоже избиратели, это тоже граждане этой страны. Они не хуже и не лучше других. Не хуже тех, которые покупают по 16 или 30 тысяч евро квартиры рядом с Фриде Херше Кирхе. И вот для этих людей, которые не хуже и не лучше, они группируются в группы, называется БАО-группы, строительная группа. Вот за эти проекты только и дают сегодня призы, потому что они вот выглядят так. И видно, что здесь живут люди, на которых не хочется проклятых капиталистов плевать. Вот по этому дому видно, что там не живут капиталисты. И это много. Это сегодня для психологии города, для психологии архитектора очень много. Вот другой дом. Это в самом центре. Это Фридрич-страссы. Вот, ребята, это все так. Дерево. Дерево. Я не против дерева. То есть я, может быть, где-то и низа. Я делаю сейчас очень интересный деревянный офис в Берлине 30 тысяч метров. Но, друзья мои, это выглядит так. Это построено вчера. Это мои фотографии. То есть о каком старении здесь идет речь? Здесь сидят самые модные рекламные агентуры. Здесь сидит журнал Arch Plus со своим главным редактором. И живут здесь люди, которые руководят журналом Arch. Это самый, в общем, известный такой теоретический журнал, который существует сейчас на немецком языке. И вот они восхищаются. Вот так выглядит улица, где построено предыдущее здание. Не то последнее, а предыдущее. Вот так это все выглядит. Нам это нравится? Им да. Это все архитектор. Об этом надо задуматься. Вот градостроительный совет Петербурга. Готов согласовать такое здание или такую улицу в центре города? Это прям славобяк. Не знаю. Нужен нам такой градостроительный совет? Не знаю. Понимаете, потому что это тренд. Он идет вот сюда. Его не повернуть. Не только потому, что здесь другое отношение к архитектуру, здесь другое отношение к человеку. Это можно купить. А то, что я спроектировал, купить нормальному человеку нельзя. Потому что ни у кого нет ни 10, ни 15, ни 30 тысяч евро за квадратный метр. То есть для кого я проектирую? Я проектирую для некого имагенерного капиталиста, который может себе позволить все после того, как я тут оттянулся. Это с точки зрения архитектора верный подход? Не знаю сегодня. Это с точки зрения гражданина верный подход? Не думаю. Вот о чем мы должны думать как архитекторы тоже. Вот Александр Плац. Он сначала был таким неоклассическим. Эта площадь была. Потом тут Беринс получил вторую премию. Но первая премия братья Лукхард не построили свои здания. Вот он построил Александру и Беролину. Я санировал Беролину. Шикарное здание. Вот результат. Очень сложная была санация. Мы выбивали отсюда все колонны. Мы делали здесь аутриггер и ставили здание на временные колонны. Вот все здание стояло на временных колоннах. Мы заменяли ритм, потому что колонны были поставлены очень часто Петром Беринсом. И туда не въезжал ни один торговый арендатор. Такой, в общем, домкратом стояло вот это огромное здание. Ну, никто этого сейчас не видит. Можно только рассказать. Вот сейчас так застроивается эта площадь. Это, кстати, российский инвестор-монарх с Манфредом Ортнером. А это Фрэнгери. Нам нравится это пространство? Не знаю, но вот так вот его хотят сделать. И мы двигаемся дальше, и ситуация все та же. Вот что было. Ясное очертание. Вот что стало. Это результат деятельности 90-х, начала 2000-х. Это результат деятельности новых проектов планировки. Здесь работают очень известные архитекторы. Вот на этом месте проект делают Биг, Берки Энгельс. Ну да. Вот, кстати говоря, здесь я реализовал здание и впервые попал в новости международные. Потому что, не потому что архитура очень хорошая, она тоже неплохая, думаю, но потому что мы снесли кусок берлинской стены. Это все стоит на берлинской стене еще. Тут граффити. Да. Неплохо. Вот так проектирует. Вот так вот в целом, да? Ну. Вписалось. На пять. Непонятно. Людям нравится. Людям нравится. Вот здесь Джон Паусон делал интерьеры в одном из последних этажей. Все улетело быстро. Это Мерседес, как мы видим. Тоже не последняя компания. Это ГДРовское здание. Отель Паласт. Красная ратуша. Главное здание, где сидит губернатор Мюллер. Это Цаланда. Амацион и Цаланда. Самые главные интернет-продавцы. Это тоже Цаланда. Вот так все это выглядит. Это не мой проект. Это Хен и Гевест-Пудовиль. Ну и, наконец, Восточная гавань. Тоже все, так сказать, никто ничто не предвещало. Но когда началось конкретное проектирование, то, в общем, я пришел к власти. Тогда мало что шло. И сказал, ребята, давайте делать что-то такое покруче. Потому что если мы просто сделаем вот такой вот блок, такой, как этот блок, то как-то нас не поймут. И действительно сделали такой лендмарк. Потом я сделал вот эти последующие два здания еще и спроектировал. И надо сказать, туда, это был где-то 2010-й, 2009 год, пришел очень интересный отель, дизайнерская часть отеля NH, As a Now, с итальянским владельцем, таким горошием. Он сказал, да, такое здание. Чего такого я не видел ни разу. Давайте делать там отель. Это тоже требование, которое проявляется к архитектуре. Если ты везде вписываешься, то никто к тебе не придет и не скажет, о, прекрасно. Как замечательно вы тут сделали. Но если ты его, конечно, спроектируешь, умудришься поставить на Красной площади, тогда придут. Потому что это надо еще умудриться. Но вот если ты строишь это в том месте, где, в общем, шансы ноль, то возникает вопрос, как? Ну вот пошло дальше. Тоже не скажу, что это здание как-то очень круто вписалось. Не скажу, что и эти здания как-то круто вписались куда-то. И вот это все. Но это город, это живой город, это живой организм. И он нравится людям. Этот город испытывает колоссальный приток туристов. И колоссальный приток интереса. Вот появились еще три белых дома. Тут было, видимо, желание сказать, что теперь у нас все дома белые. Я это делал первым, называет. Что у нас все жилые дома теперь белые. А нежилые не белые. Ну, прием. Но я бы не сказал, что это вот как-то все. Понимаете, где здесь красная линия? То ли открыта, то ли закрыта. Мы помним эти дискуссии в Петербурге. Закрытая линия набережной. Она уж именно тоже была. Которая должна... Я ее проповедовал на набережной Европе на своем первом проекте. Закрытая. Как она может быть открытой? Я помню, Никита сделал там открытой. Как? Как это возможно? Там вгрызли друг другу в горло, как обычно. Но результат-то какой? Можно и так, и так. Понимаете? Можно и так, и так. Город идет, чего бы мы здесь не хотели, отсюда сюда. Где находится Петербург? Будем говорить, так сказать, обычными словами. Находится ближе здесь. Где находится мир? Частично здесь, частично здесь. Мы это увидели на примере Берлина. Что здесь делать? И тут я могу сказать только одно, то, что я сказал на Урбан-форуме. Но это, понимаете, это мое ощущение. А я не знаю, правильно оно или нет. Но мне так нравится. Я человек скромный. Мне не нравятся высокие дома. Хотя я их достаточно спроектировал. Но это не мои, правда. Мои покрасивее, но так, может, не на порядок, не знаю. Как вам кажется? Это не мои, во всяком случае. Но довольно современные. Это мои с Володей Плоткиным. Я считаю, что в городе должно быть больше таких. И меньше таких. Мэрия Москвы другого мнения. Это толерантная позиция. Я читал доклад в Лондоне. И говорил о регуляции, о регламентации. Это там были только профессора. Это был университет. И один... А где у вас тут? Все у вас тут хорошо. Но где у вас тут демократия? Ну, если вы из России приехали, у вас там демократии нет. Мы как-то это можем понять. Но в Берлине-то какая регламентация? Где демократия? Я говорю, простите, как? Ну да, демократия, когда каждый делает, что хочет в городе. Вот человеку нравится, инвестору, спроектировать здесь высотный дом? Потому что он считает, что может его продать. И он его и должен делать. Я так посмотрел на все это. А это было всего-то 4 года назад. И мир развился настолько быстро в этом направлении, что я окажу себя каким-то безнадежным, каким-то мега-пенсионером, когда сегодня говорю, а вот регламентация, вот пониже. Все говорят, что? Я помню, на этом подиуме сидели Винни Масса, Рене Деграф, они так вообще не поняли. Сергей, это что? Ну, конечно, можно делать пониже. Ну, если можно повыше, я что-то тебя не понял. Если повыше, то можно. Ты-то за что? Ну, что же ты? Ну, мне нравится пониже. И я другой аргументации для этого не знаю. Просто мне нравится, и все. Поэтому я делаю и продолжаю делать такие дома. Ничего с собой поделать не могу. Это, кстати, делал Матте Заобрух. Тут его еще принудили сделать пониже. Ну, правда, он парочку сделал потом повыше. Потом сделали многие архитекторы там свои дома. Это вот, например, мои. Нет, вот этот и этот, да. Ну, вот такое вот социальное жилье. Ну, что, мило, мило. Если бы это было вот так, на мой взгляд, было бы хуже. А не только инвесторы, но и многие архитекторы. А почему хуже-то? Кому это все мешает? Нет ответа. Но мне так нравится. И я думаю, что каждый из вас должен задавать себе вопрос, а как вам-то нравится? Нет догм. Нет сегодня правил, к сожалению или к счастью. Вот я сделал дом в Петербурге. Плохое качество исполнения, но мне он, тем не менее, кажется удачным, поэтому я его показываю. Крышу со мной не согласовали. Негодяи. Но неважно. Это все-таки мелочи по сравнению с общей гестикой. Ну вот, да, я считаю, что этот дом, как-то говорится, вписался. То есть он плотнее, чем вот этот дом иконы, я считаю, ивейно. Можно к нему по-разному относиться, но это такой дом иконы. Второй дом иконы здесь стоять не мог. Нужно было сделать плотную, спокойную, ситуативную архитектуру, я ее сделал. Вот мои здания в Сколково, они тоже не гигантские. У меня масса гигантских зданий, меня вынуждают их делать, у меня большой офис, я их делаю. Но это не те здания, которые мне нравятся, поэтому я их не показываю. Уличать меня во лжи не стоит, я и сам могу себя уличить. Но я показываю не то, что я насквозь делаю, а то, что из того, что я делаю, кажется мне более правильным. Мне кажется, только честность по отношению к себе, даже если ты не все делаешь в соответствии с избранными правилами, все равно лучше, чем если ты потерял, как это говорится сегодня на новорусском языке, берега, и делаешь просто то, что тебе говорят, и облекаешь это в более или менее интересные фасады. Вот как выглядит двор. Он лучше, чем если бы он был восьмиэтажный. Мне так кажется, почему, не знаю. Может быть, вам кажется иначе. И мне не нравится вот эта плотность. Даже если здесь пригласить всех выдающихся архитекторов мира, а ни одного невыдающегося. Я считаю, что вот такая плотность лучше. И такая лучше. Она здесь в два раза меньше, как минимум, чем та. Потому что набережная большая, потому что разрывы между зданиями, площади и так далее. Или здесь этот проект вы знаете. Здесь тоже нас, в общем, ну тогда, честно скажу, регламентация стояла где-то в другом месте. В Петербурге было меньше можно, скажем так. Но и мы с Евгением Львовичем не стремились к каким-то высотам и высотным скачкам. Мы хотели сделать такую добротную масштабную архитектуру. Она у нас получилась. Или вот это здание. Тоже оно не 20-ти этаж. А могло быть. Здесь огромная площадь. Почему не может быть 20-ти этажная? Сказал бы, сегодня уже инвестор не берет. Сергей, ну почему мы не можем здесь поставить 30-ти этажную? Ну назовите мне хотя бы одну причину. Сзади гигантский детский сад. Ну хрен с ним, мы затяним немножко его. Ну дети подвинутся там. Место тут как грязи. Спереди огромная площадь. Действительно большая. Вторая улица идет вот здесь. Ну почему мы не можем сделать большое здание? Нет ответа. Но мне не нравится. Слава богу, власть пошла мне навстречу. Ну и, конечно, любимая тема любого российского архитектора. Все-таки доклад подготовленный для России. Самострой. И как результат его плоскомордия. Нет балконов. Есть зимние сады, которые так называются. Хотя это, в общем-то, просто глухое остекление, за которым люди начинают делать черзнает что. Я не знаю, зачем они это делают. Я иду по лестнице вчера. Говорю своей спутнице в Москве. И говорят, смотри, мы живем, снимаем спокойно, в довольно дорогом доме. Ну какой идиот может поставить коляску на два места напротив единственного выхода из пожарной лестницы? Зачем это делать? Я не говорю, что там уже свалена еда для кошек, и квартиры там стоят немерено, если их покупать. Велосипеды. А есть ли пожар? Вот они о чем думают? Вот они здесь о чем думают? Нет ответа. Мне нравится так. Как этого добиться в России? Я не знаю. Делаю плоскомордые дома. А можно было бы так. Или так. Без вот этого синего остекления солнцезащитного, которое разбивает наружу и внутрь на два разных мира. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Сергей. Спасибо всем слушателям. Теперь время для вопросов. Я уверен, что вопросов наверняка много, прежде чем вы зададите вопросы. Кстати, мы по традиции лучшему задавшему вопрос по выбору лектора вручим журнал. Это без проблем, Сергей. Конечно. У вас же наши, наверное, все наши издания, безусловно, есть в библиотеке. Кстати говоря, вот этот выпуск, он отчасти иллюстрирует лекцию Сергея, потому что здесь есть, в частности, интервью моего учителя Лисовского Владимира Григорьевича, который как раз говорит о таком переходе от ансамбля к комплексу. Ну вот, собственно, то, что Сергей и показывал, это ансамбль «Старый город» и комплекс, как некий новый принцип такой более хаотической общности, но наделенный собственным порядком. Хорошо, у кого есть вопросы, пожалуйста, наш традиционный, также коллекционер изданий. Включен? А, тогда я остаюсь здесь. Спасибо большое, очень интересно. Вот вы много говорили о таком личном отношении и о личном выборе, и там исходно говорили о том, что архитектор не художник и так далее. Но меня вот вопрос очень заинтересовал такой. Вот вы сказали, что вы делали издание и ставили цель, чтобы человек испытывал дисгармоничные чувства. Дисгармоничные или гармоничные, в зависимости от задачи? Ну, я имею в виду о том, что меня интересуют дисгармоничные. Про гармонию много, всю жизнь говорят. Да. Меня вот это очень заинтересовало, в том смысле, я чтобы хотел понять, это для чего? Для того, чтобы человек... Чтобы разбудить человека, чтобы... Я имею в виду уточнить хотелось, что он потерял себя и начал искать себя, или... Чтобы начал искать себя, да. Чтобы увидел, что можно по-разному. Что то, что сегодня кажется дисгармоничным, на самом деле самое гармоничное. Это как бы как новый такой опыт. Да. Как желание выскочить из вот этого огненного круга. И найти себя в новом качестве, да? Найти себя, предложить другим найти себя, да. Или опровергнуть это. Ага. Ну, тогда это вот как вот это... Мне кажется, это мой взгляд. Вы призываете к тому, что может это расходиться с вашим. Вот такое, что вот будем мы жить в будущем. Я не верю, что там Петербург слишком сильно там изменится. Я не верю просто в это. Ну, вы посмотрите на субстанцию исторических зданий, и тут дело не в вере. Ну, я имею в виду сам темп, и все равно медленнее. Стоимость квадратного метра исторического здания, а половина или одна треть нового здания. Это очень-очень вызывающее, очень большое беспокойство тенденция. Лучшие дома Петроградской стороны стоят полторы тысячи долларов за квадратный метр. Это очень непростая и неприятная тенденция. Это значит, людям не нравится исторический Петербург, они перестают голосовать, то есть они ходят туда и гуляют туда, но жить им нравится где-то в другом месте. Нам бы не пропустить эту тенденцию и не найти ей противовеса, потому что иначе мы потеряем исторический город, как произошло в очень многих местах, происходит сегодня в Лондоне. Это очень важная тема. Тогда я уточню, раз вы это пояснили. Вот все-таки за этим что стоит? Это такое неистребимое человеческое желание найти такое к утопии, то есть найти то место, где тебе хочется, и это место должно быть какое-то совершенно новое. Неистребимое желание обновления, да. Неистребимое желание обновления. Спасибо. Спасибо. Давайте еще вопросы. Будьте добры, скажите, пожалуйста, у вас как у архитектора есть ли дом, который вы построили лично для себя, а не для кого-то, а как некое воплощение именно дома, как ленинградца или, я не знаю, как человека, то пространство, которое строит, о котором мечтает каждый? Для себя или мечтает каждый? Это взаимоисключающее понятие. Нет, именно для себя. Я строю все дома для себя, и меня за это иногда нещадно ругают, говорят, ты посылка, это дерьмо. Я имею в виду. Нам это не нравится. Нет, я имею в виду. А я для себя строил. Мне казалось, что это нормально. Нет, именно. То есть не то нормально, а оптимально. Да, да, да. Нормально это не то. Лично вот тот дом, о котором мечтает человек, для себя, для семьи. Нет, нет, я не, знаете, я не любитель недвижимости, вот честно скажу. Я очень, когда начал работать, моим первым патроном, у меня много, вообще в моей жизни, я, наверное, не, наверное, совершенно точно, а недостаточно использовал те огромные шансы, которые мне жизнь предоставляла и продолжает предоставлять. У меня было и остается много заказчиков, которые мне, я бы не сказал слепы, это было бы по отношению к ним, не, скажем, без уважения, но верят. Верят. Есть заказчики, которые не верят, но приходят через много лет и говорят, ты был прав. Вот у меня сейчас я один, односемейный дом спроектировал, меня даже из проекта убрали, мне заказчик посмотрел, позвонил и сказал, слушай, я хочу тебе это показать. Потому что мы спорили, я тебя убрал из проекта, но то, что ты сделал, это, я приехал, мы прошли с ним и говорю, да. Но это очень сложно было понять по чертежу. Даже я понимал, что это сложно понять по чертежу и мне даже было рискованно понять. Но это индивидуальный жилой дом такой небольшой, тысяч на пять квадратных метров. Спасибо. Для первых таких, для первых нужд, скажем так, самых необходимых. Но, еще раз, отвечая на ваш вопрос, во-первых, мой взгляд, и я вам это постарался показать максимально самокритично, мой взгляд меняется. Я не хочу оставаться на месте, я не потому, что я бегу за чем-то, а потому, что я хочу осмыслять то, что происходит вокруг меня. Я считаю, это единственная гарантия того, что остаешься живым и того, что ты остаешься хотя бы душевно молодым. Я очень надеюсь на это, иначе ты просто не имеешь никаких шансов. Вот смотрите, это все архитекторы. Завтра они здесь будут сидеть, в городсовет, и спрашивают. Я помню, я не буду называть фамилии, пришел к нам на наш архсовет. Ой, это кто такой? Такая даже, летчик-космонавт, мать-героиня, герой социалистического труда. А, это он. Ну, что-то надо его нахер послать, мне кажется. Что-то не то делать. И таким же я буду тоже через несколько лет. Здрасте. А тут будет сидеть Олег Манов. Говорит, ну, Сергей, ну, раньше были как-то лучше. Как-то надо еще постараться, принести еще раз, посмотреть, как оно. Только если ты идешь вместе с этим процессом, ты имеешь какой-то шанс. Мне вот понравилось, я сделал так, и это мой статус-кво на все времена. Не знаю. Нет, я имела в виду именно дом, где судьба, где душа. Не-не, душа везде, судьба нигде. Я не сторонник, как сказал Гриша Ревзин в одной своей статье. Свои стейтменты наши российские архитекторы в основном реализуют в своих индивидуальных домах. И только я единственный архитектор, который свой стейтмент реализовал в общественном сооружении, которое мне не принадлежит этому музею архитектурного рисунка. Я большой противник, посткоммунист, я большой противник собственности такого привыкания к собственности. Поэтому нелегко понять другую сторону, которая сегодня в Берлине, состоящая из зеленых и коммунистов, говорит, а зачем вы вообще принесли здесь застройку? Вы зачем строить хотите? Вы как архитекторы, вы все время хотите что-то строить, а мы-то не хотим. У нас разные позиции. Вы хотите строить, а мы нет. Вы хотите сделать богато, а мы нет. Вы думаете, что эти люди за меня проголосуют? Не один. Проголосуют те, для которых мы ничего не построим, а сделаем здесь парк, детский сад, какое-то там, не знаю, место, где они могут просто отдохнуть, посидеть на лавочке. Вот как мы здесь в Новой Голландии. Сколько здесь было проектов? Фостер, Перефон. Это же, понимаете, я же у Фабрисского начинал здесь. Так сделаем, сяк сделаем. Мои проекты были первые для Новой Голландии. Фабрисского, его незаслуженно забыли, я-то ладно. Так, сяк. Парк. Как говорит мой руководитель офиса в Берлине, сумма всех действий проектировщиков – это снос. Либо надо делать так, чтобы не сносили, это сложно, как мы тут посмотрели. Либо надо намеренно делать, чтобы пожилы 20 лет и снесли хорошее воспоминание, давай делать что-то новое. Не очень экологично, мне кажется. Или просто сделаем сразу парк. Тенденция, не будем пальцем показывать, да, в разных местах Петербурга и Москвы. Вот поэтому, а что это значит? Это значит, боимся. Боимся. Лучше пусть ничего, чем чего-то. Понимаете? Вот об этом, мне кажется, надо думать. И нужно эти тенденции в обществе понимать, чтобы понять, откуда возникло это движение. Его 10 лет назад не было, его даже 5 лет назад не было. А вы говорите, дом для себя строить. Ну что, я его сяду, заведу себе собаку трехметрового размера и буду ее выгуливать, что ли? Или как вы представляете, мой обычный день? Спасибо. А еще два вопроса, если возможно, как по времени. Успеваем? Да, пожалуйста. Спасибо за лекцию. У меня вопрос по поводу Красно-Лондона, то есть, касательно развития города. То есть, Лондон, поскольку более хаотичный, и это, в принципе, как вы воспринимаете? Это как одно направление, в которое такие города, как Берлин, могут, в принципе, уйти? Или же это, в соцсетях, это как отдельный опыт в полном отрыве? То есть, вы упомянули, что это больше свобода, как говорится, слова, демократия? В отрыве точно нет. Это одна экстремальная сторона, довольно экстремальная. Но если смотреть на развитие того же Берлина, как города сегодня с наибольшим ростом инвестиций, я думаю, в Европе, и один из самых интересных в мире, сюда приезжают и лучшие художники, и лучшие инвесторы. Если раньше у нас были только берлинские инвесторы, то сейчас половина инвесторов — это международные, в общем, звезды инвестмента, которые приехали из Израиля, из Америки. И они стараются делать какие-то уникальные вещи и требуют этого от нас. Поэтому тенденция скорее в сторону Лондона, чем в противоположную. Если делать город, который нравится мне, который я показал на последних десяти слайдах, нужно очень сильно привнести убеждение. Сегодня к нему примыкает еще довольно большая группа, скажем так, градозащитников и градостроителей. Мы все находимся в движении, и это движение, оно неоднородное. То есть кто-то уже дальше, кто-то ближе, может быть, ближе здесь или дальше здесь, а может быть, дальше там, никто не знает. Но факт остается фактом, что за последние пять лет Берлин приблизился к Лондону, а не удалился от него, это точно. Лондон представляет собой экстремальный совершенно принцип или пример. Но скажу вам честно, такая крыша, как на Заряде, на фоне Кремля, с точки зрения отцов города, была бы 10 лет назад невозможна. Я очень хорошо помню этот город, я все-таки нахожусь там уже 16 лет. В Петербурге, окей, с этой башней. Ну окей, это старый проект, но мы понимаем, что мир сдвигается, он не стоит на месте. Повторюсь, для меня гораздо более опасной тенденция, которая меня приводит в большое беспокойство, это тенденция того, что когда я разговариваю с людьми, с простыми людьми, в том числе и с инвесторами, с маркетологами, с другими архитекторами, которые приезжают с Запада, например, к нам, они говорят, да, но исторический город, мне, конечно, интересно походить, но кто хочет жить в этих дворах? Кто хочет жить в этих угловых квартирах, где никогда не попадает солнце? Вы знаете, например, что последние квартиры, которые уходят в квартальные застройки, угловые? Их очень много. Они обычно не уходят вообще. Кто должен за это платить? Понимаете, вот эти все вещи, это части такой единой сложной структуры, которая нас может привести к тому, что мы потеряем большие части вот этого выдающегося уникального в своем, скажем, в своем образе города. Что делать, чтобы этого не произошло? Понимаете? Просто сказать, ничего не делаем, это не путь. Можно, да, еще как раз в продолжение касательно, допустим, это все-таки касается больше городов с таким историческим центром, а если мы возьмем противоположную ситуацию, как, я не знаю, допустим, Токио и Нью-Йорк, вот, как-то там тенденция, поскольку там нету такого исторического центра, можно сказать, что там идет тенденция в обратную сторону, что люди, наоборот, стремятся к какой-то историчности? В Нью-Йорке есть исторический центр, другое дело, что это исторический центр 20-х годов или конца 19-го века, но этот центр, безусловно, есть, и есть огромное количество домов, которые частично сохраняются, частично не сохраняются. Другое дело, что город уплотняется наверх. Нью-Йорк — это такой типичный европейский город, построенный в 19-м веке для машин, поэтому он сквозной, и в нем нет замкнутых отрезков движения, как, собственно говоря, я писал Корбюзье в своем белом городе, или город с белыми башнями, как называется. И поэтому Нью-Йорк, весь Манхэттен — это, безусловно, исторический город сегодня. Он, может, не такой исторический, как Руан, но для американцев он вполне себе исторический. Это город, которого они не помнят. Это город, который пришел с их предпредками. Как вы знаете, в Японии подход совершенно другой. Во-первых, в Японии есть целые куски, в Токио конкретно, есть целые куски в Токио, в Киото, но я не хочу передергивать, поговорим о Токио. В Токио есть огромные куски исторической застройки. Они, как мы знаем, возобновляются, потому что в Японии есть приоритет идеи, и нет приоритета субстанции. То есть там дом может быть восстановлен один к одному, и никто не будет беспокоиться о том, что балки пришли не из прошлого века. Потому что они до этого менялись уже там 20 раз. С другой стороны, современный Токио, как и современный Гонконг, это абсолютно новый город, да. Абсолютно новый город, который положен, как калька, ну где-то, да, в 70-е годы, в 60-е, 70-е годы. Вот там есть дома от Кензатанги, знаменитая почта. Они сейчас выглядят пигмеями по сравнению с тем, что возникло с тех пор, с этими первыми табалистскими зданиями. Поэтому, да, он развивается, но это, опять же, не европейский город. Нью-Йорк делали европейцы, а Токио делали японцы. Отношения японцев к европейскому городу никакое. У них есть свой город. У них есть свои традиции. Они сохраняют свой город. Им не надо сохранить европейский город. Это не европейская культура. Это еще более сильная, но другая культура. Владимир Кузьмич. Скажите, пожалуйста, Вы наверняка знакомы с целым движением, в основном происходившим в Бельгии и в Голландии, лет уже так 30-40 назад. И она может быть заявлена через фигуру Люсьена Кролля и его теорию и практику демократической архитектуры. Вот то, о чем Вы говорили, как о тенденции к беспорядочности некоторой, то это очень близко буквально до деталей к работам Кролля. Да, потому что, как Вы знаете, вот эта знаменитая студенческая революция 68-го года, она почему произошла? Потому что дети, молодые люди, они увидели, что, на их взгляд, поколение отцов ничему не научилось из опыта Второй мировой войны. И они сказали, так нет. Вы нам строите тот город заново, который мы тут вместе с Вами защищали, а потом он был разрушен, потому что мы не сумели его защитить. И то неправое дело, которое мы защищали, оно, собственно говоря, и не могло никакой город защитить. Поэтому мы хотим другого. А Вы нам тут начинаете снова Ваши улицы поднимать. У нас сейчас активно идет в Берлине дискуссия о правой национально-социалистской архитектуре на примере Вальта-Беньямин площади, которая построила это выдающее исправление архитектуры, я считаю, Ханса Кольхова. В серьез идет разговор о национально-социалистской архитектуре на примере этой площади, она построена в начале 2000-х. То есть всерьез идет идентификация определенной архитектуры с определенным направлением мысли, абсолютно некорректная, на мой взгляд. Но она идет. И это тоже нельзя оставлять в стороне. Потому что архитектура больше, чем картина, поэтому я говорю, архитектор не художник. Архитектура больше, чем скульптура. Архитектура – это то, без чего мы не существуем. То, что на нас влияет колоссальным образом, то, что уже повлияло на всех нас, все эти панельные районы. Я помню, когда мы сидели, я пытался внедрить здесь в городе Володя Фролов мне очень помогал в этом, собственно, он и являлся флагман этого процесса. Я немножко его, так сказать, поддерживал в этом эмоционально и, так сказать, участвовал в этом. Нам пришло молодое поколение, очень талантливый архитектор, сказал, так, друзья мои, вы тут все про исторический город, про дизайн-код, а я еще тогда был вот там, в историческом городе. Говорит, а мы панельные районы собираемся защищать? Это тоже для меня исторический город, я там выросла. Чем он плох? Я-то думал, что это какие-то бараки? Я до сих пор так думаю. Но, оказывается, я здесь в меньшинстве, может быть, а может быть, просто не в большинстве, а может быть, есть просто два мнения. Понимаете, вот о чем идет речь. И понятно, что это другое мнение, оно может говорить об открытой архитектуре, о демократичной архитектуре. Я помню, там, Питер Бениш говорил о архитектуре демократии, что архитектура демократии – это стеклянная архитектура. За стеклом ты видишь все. А Штемен говорил, за стеклом ты не видишь не черт, потому что оно черное, его надо защищать от света и от солнца, и оно становится черным. А каменная архитектура, она светлая, и она больше олицетворяет принципы демократии, принципы светлого будущего, потому что это черное стекло, за ним ничего не видно, никакой прозрачности власти не возникает. И то, и другое абсолютно литературное высказывание. Но вот до чего доходят архитекторы, чтобы каким-то образом изыскать что-то новое, вырвать из себя что-то, чего не было. Так, пожалуйста, вопрос еще. Сергей Эдверович, скажите, пожалуйста, вот то есть современная архитектура, она не может быть дешевой, если она качественно сделана. Вот все ваши проекты, они достаточно дорогие. Может быть, я сам сказал, что есть проекты другие, я их показал, они дешевые, один проект прямо называется, мы строим дешево, и все равно они привлекают огромное количество, они привлекают людей, они получают премии на конкурсах объектов, потому что есть другой подход, есть подход, когда ты делаешь здание, которое изначально, знаете, бывает, ты входишь в залу, и тебе страшно здесь поцарапать, там стол, к столу, так сказать, прислониться, потому что ты его испортишь, здесь на ковер наступить, а есть, я помню, отель Мерсер есть такой в Нью-Йорке, ты входишь, тебе сразу хочется плюхнуться, сесть, заказать винишко, это тоже архитектура, это ощущение не возникает просто так, понимаете? Поэтому нет дорогой и дешевой архитектуры, но, конечно, если ты внедряешься с каким-то таким эпатажным решением, думай о том, как оно будет выглядеть в детали, если оно выглядит так будет, как тот дом в ферми, то думай, это твоя авторская позиция? Может быть, надо ее обосновать, или ты все-таки что-то тут не досмотрел, мягко говоря, вместе со своим инвестором, вот этого не должно быть, не должно быть случайности спонтанного движения, понимаете? Неуправляемости. Ты должен, как архитектор, управлять процессом, ты должен его завести либо туда, либо сюда, но я изначально сказал, с самого начала, мы, как архитекторы, обязаны следить за тем, чтобы было построено то, что мы спроектировали. Захотели построить такой ангар, наскоро сколоченный? Давайте. Захотели построить, в кавычках, дворец это слишком далеко, но захотели построить пригнанную, крепко пригнанную архитектуру? Давайте ее добиваться, не менять, не менять позицию в середине пути. Надо знать, как ее добиться. Еще вопрос с Антон. Антон Смирнов, конструктор. Спасибо за лекцию. У меня простенький вопросик, немножко не по теме, касается архитектуры Петербурга. Вот в Невской ратуше есть такая легкая парящая галерея, и вот ее колонны, с точки зрения гибкости, так сказать, не укладываются ни во дни отечественной нормы, они космически изящны. Как вам удалось согласовать такое решение? Как они не теряют устойчивость? Я думаю, что они не космически изящны, они там у нас еще, по-моему, на 10 сантиметров утолстились, потому что там подрядчики менялись, и там было все как-то непросто. Вот Маша Орлова-Шейнер, тут вам, может, даже больше, наверное, сказать, как-то удалось все. Она тут, собственно, занималась всем этим согласовательным процессом и проектным от офиса Евгения Влевича Герасимова. Но, честно говоря, мы сразу так рисовали, и я видел колонны потоньше. Я как-то не очень чувствую, что здесь проблематично. Не знаю. Они стальные, да? Да, да, у них, конечно, стальное сердечник. Конечно, из бетона их так не сделано. Помню, я один замечательный подрядчик в пору начала моей деятельности в Петербурге. Значит, нужно было спроектировать у одного здания забор. Я говорю, знаете, вот мне хочется сделать из металла такие эллиптические в плане пилоны, чтобы они немножко под разным углом были и так далее. Он говорит, так зачем вы делаете эти в металле? Надо делать в бетоне. Я говорю, слушайте, вы меня, конечно, извините, но как вы собираетесь вот эти столбики лить в бетоне? Вы так как-то, может, не забываете? Не, ну вы что, конечно, что это в бетоне? Через две недели бы заказчики пришли, там стояли такие два мухомора, они чуть-чуть были такие наклоненные уже этого, уже этого замечательного подрядчика больше не было нигде, но вот этот памятник, памятник инновации такой, он там долго стоял, но мне это все равно было, я знал, что их с металл надел. Ну, там потеряли две недели. Но просто вот, да, есть определенные материалы, с которыми можно делать определенные конструкции, а есть определенные, с которыми нет. Архитект должен это чувствовать, он не должен это чувствовать расчет, он должен чувствовать это нутром, животом. Это очень важно. Спасибо. Так, есть силы еще, Сергей? Да, да. Мне нужно отсюда выехать. Давайте тогда еще один вопрос. Последний, вот молодой человек. И все. Здравствуйте. Я работаю проектировщиком, окончил в УЗГОСу, кстати, Антон Александрович, один из моих преподавателей. У меня вопрос такой. Вы сегодня показывали реконструкцию в Берлине, когда полностью сносился памятник и строилось новое здание. Не знаю, какого где это было. Ну вот, сегодня на фотографиях там были же моменты, когда полностью сносилось здание. Не знаю ни одного. Или нет. Ну, выглядит, когда абсолютно новое. Я бы и мог его показать. Или, допустим, вот где, помните, стеклянный фасад дорогой, к примеру. Вы сказали стеклянный, стеклянный фасад, да, да, да. Там световая инсталляция, где еще под площади это не сдавалось. Это где там еще площади. А, вот это, да, да, да. В общем, вопрос, я к тому, вот, вы имеете, тема лекции, как это может Петербург застроить, ну, затронуть. Тема лекции не как Петербург застроить. Не-не-не. В общем, я к тому, что... Здесь была тема. Я помню, я смотрел интервью с Михаилом Ульяновым, который в первый раз бывал в Париже, не зная французского. И, говорит, ну, естественно, не личность, у меня с ним лично не был знаком. Смотрю его в Кинопанораме, и он такой, был в Париже. Был на каком-то спектакле в Комедии Францесс. Ничего не понял. Но понял одно. Определись! Вот был смысл этого спектакля. Определись! Вот, Иван, смысл этой лекции. Определись! Я, в общем, к тому, что если будет так же в центре Петербурга, то, скорее всего, соседние здания сохранить точно не получится, потому что у нас все здания начинают трещать, если какая-то реконструкция проходит в центре. Вы извините, Павел, я не призываю вас сносить ни одно из исторических зданий. Посмотрите, чтобы они не снесли в центре. Я только об этом говорю. Вы зайдите в эти здания, вы понюхайте, чем пахнет в их входных... Мне это прекрасно душа, оно меня просто... И у меня у самого здесь родительская квартира в Петербурге. У меня, к сожалению, сегодня немножко приболел. Мне надо лететь вечером. А так я там ночую. Ты входишь, пахнет, пахнет кошками, детством, сыростью из подвала. Это все очень ностальгично. Но правильно ли это? Лестница с покорежными перилами. От квартир все начинается нормально. От входной зоны все чудесно. А вот это-то все. Вы думаете, что эта субстанция, она что, вечная? Ей даже послевоенная, а мой дом перестраивали немцы, и он построен в 1947 году, уже ему 72 года, 72 года, он стоял в списке капитального ремонта, по-моему, с 70-х годов. Я не желаю в нем капитального ремонта, поймите меня правильно. Я хочу там жить. Но. Так вы за то, чтобы сохранить центр, как вы сегодня говорили? А вы думаете, я могу быть против? Но вы думаете, что мы вот так центр сохраним, как мы его сейчас сохраняем? Если вы что-то одно начнете, допустим, переделать, вам, скорее всего, весь район придется. Да, я, честно говоря, даже здесь и ни одной дверной ручки не собирался переделывать больше. Я как-то, в общем, спокоен и за нервы свои как-то пекусь. Но, скажу вам честно, вот это вот прекраснодушное сохранение путем, так сказать, недопускания и недотрагивания, это путь никуда. Мне просто интересно, если это будет реконструироваться, когда это будет, по вашему мнению. Не знаю. Нам-то как раз работы больше будет. Я к этому. Дело ваше. Будущее за вами. Чтобы это было, надо пустыгмунировать. Как захотите, так и будет. Ну, вы можете там как-то повлиять, что я должен с кем поговорить. А вы можете на это как-то повлиять? С премьер-министром или что сказать? Звоните, у вас тут в родном городе дома разваливаются, или как вы представляете мою степень влияния? Спасибо большое. Давайте определим, кто задал, с вашей точки зрения, лучший вопрос. У нас есть еще пара коллекционных номеров дизайн-код. У кого-то, может быть, их нет. Запомнился какой-то вопрос, который хочется премировать, так сказать? Много было вопросов. На них на все интересно было отвечать, но я так, честно говоря, как-то затрудняюсь. Ну, вот, может быть, вопрос, куда движется Берлин, к Лондону или обратно, это, в принципе, такой субстантивный вопрос вот девушка задала. Мне кажется, он хороший. Пожалуйста. Вот, девушка. Поднимите руку. А, вот. Вот вам свежий выпуск наш. Ну, и давайте еще, у кого из задавших вопросов нет выпуска дизайн-код, который действительно создавался под влиянием берлинского опыта во многом, тоже, пожалуйста, подходите. Вот тут два выпуска есть. Спасибо большое, Сергей. Следующая лекция посвящена будет Петербургу, и мы продолжим рассуждать на тему рациональности, рациональности города, прочитает ее... Спасибо всем пришедшим. Мне очень приятно было, что вы пришли. Володь, тебе огромное спасибо. Это очень здорово с твоей стороны. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Можно один вопрос? А если я понимаю, чтобы хотя бы что-то минимум начать, это нужно... Нужно хотя бы как минимум расрегулирование снизу. Это как минимум. Я же его же там нет в таком объеме, как вы показывали, в том же Берлине. В Берлине оно есть, если оно в Нью-Йорке, то, что у нас, это максимум из того, что... С точки зрения, Глеб. Узнаемное регулирование врачей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ